Если вы не в курсе, то освенцам освободили вовсе не украинцы, как считает глава польского МИДа, а лично дедушка Барака Обамы, мистер Чарльз Пейн. Об этом сам президент рассказал во время своей предвыборной кампании еще в 2008-м. А сегодня этот великий человек не просто руководит первой экономикой мира с госдолгом 18 триллионов долларов, он ведет весь этот никчемный мир за собой. Один. Вот этими вот руками. Обаме можно верить. Мы демонстрируем влияние американской силы и дипломатии. Мы поддерживаем принцип, что большие страны не могут нападать на маленькие. Противостоя российской агрессии, поддерживая украинскую демократию и давая гарантии нашим союзникам по НАТО. Америка страна маленькая, если вы не знали, и поэтому ей можно нападать на другие маленькие страны. Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан. Подкармливать террористов в Ливии, Сирии. Вооружать нацистов на Украине необходимо по умолчанию. Обаме можно верить. Мы разорвали экономику России в пух и прах. Раньше по улицам русских городов ходили пьяные медведи с балалайками. А теперь толпы нищих и голодных. Они дерутся за обойный клей и гнилой лук. Россия, разорванная в клочья, лежит в руинах. Так видно из Вашингтона. Обаме можно верить. Китай хочет диктовать правила для быстрорастущего региона мира. Это может поставить наши предприятия и наших работающих людей в невыгодное положение. Почему мы должны позволить, чтобы это произошло? Америка исключительная страна, говорит Обама. Поэтому ее права и обязанности равнозначны. Штаты обязаны подчинить себе весь мир, и штаты имеют на это право. Остальные нет. Так и будет, говорит Обама, и Конгресс срывается бурными аплодисментами, переходящими в овации. Зал встает. Обаме можно верить. День экономического кризиса прошла, и положение страны крепкое. Сегодня, после прорывного для Америки 2014 года, наша экономика растет и создает рабочие места наиболее быстрыми темпами с 1999 года. Обама говорит, а невидимые часы отсчитывают миллионы долларов. На миллион в минуту растет внешний долг Америки. И это не тайна для сенаторов и конгрессменов. Но в такие минуты никто не думает о плохом. Обама пытается ковать имидж человека слова. Пацан сказал, пацан сделал. Но за все годы в овальном кабинете он выполнил лишь 14% своих обещаний. Он не смог даже закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо, которую обещал ликвидировать, едва пришел к власти. Возможно, это вообще первый глава государства в истории, которому собственная разведка мешает закрыть тюрьму. Или он врал все эти годы. Нет, такого не может быть. Обаме можно верить.